проверил его на выходе дает 24,2 вольта с качественным мультиметром проверил теперь подключил вроде бы он даже больше чем по 55 ампер дает включая даже выше 5 ампер подпрыгивает но правда не знаю как напряжение может напряжение зато проседает нужно как-то подключить вольтметр из и следить заодно с напряжением но теперь тут такая схема где очень ловится хорошо наводки трудно будет настроить чтоб он не шипел качер пока тоже отключил а то с качером еще хуже будет вот он весь шипит а теперь вроде бы не шипит салобравка Смотреть, что там творится. Вот. Вот, 3,5 ампер теперь. Буду повышать частоту, чтобы в резонансе будет. Вот он как начинает, вот, больше чем 5 амперчик. Надо напряжение тоже мерить. Наверное пока не сгорел, надо сперва напряжение померить. Вдруг он быстро сгорит. 23 вольта, почти 24. Так, теперь 24 вольта и теперь 5 ампер почти. 23 вольта, значит своих 5 ампером держит. То есть, правильно всё написано. Теперь подкручу всю частоту. 2,5 ампер, вот и 23, ну почти 24 вольта. Вот, теперь 5 ампер, чуть больше даже чем 5 ампер и 23,79 вольт. Ну, тоже можно сказать, это 24, там подрегулировать можно. Но этот резонанс уже ушло, проскочил резонанс, потому что лампочка не на самую яркость горит. В качере, если включить, 28 вольт. Вот этот качер наводки. Смотрю, насколько он нагрелся. Немножко тёплый. Вот этот транзистор горячий. Этот транзистор даже совсем не горячий. Вот этот снайбер 2,2 нанофарад, потом диод и 10, кажется, Ом. А тут 2,2 нанофарад, диод, кажется, 3. И, то есть, не кажется, 3 Ому горячий вот этот транзистор. Почему-то вот этот вот. А, тут больше скважинности. Тут по такой хитрой схемке сделал, чтобы такие ещё конденсаторы были. И они увеличивают скважинность. Там между минусами входом в драйвер. Конденсатор по 2,2 нанофарада тут и тут. Тут немножко резисторы разные. Там ещё. И конденсаторы тоже немножко их ёмкость отличаются. Поэтому тут, например, если тут 50%, тут 45% или 40%. А входит одинаковая скважинность. И скважинность входит, например, где-то 18% или, может, 20%. А тут уже становится 50% и 40%. Это потому, потому что вот эти конденсаторы не скважинность увеличивают. Вот этот конденсатор и вот этот. Это для этого драйвера, а этот вот для этого драйвера. Это драйвер ТЦ 4420. Оба такие самые. Так, может, транзисторы немножко разные. Смотрим. И RF640N и тут и RF640N. Такие самые. Наверное, отпаяю эти конденсаторы. Это теперь невозможно. А, тут ещё идёт на эту ерунду. Нужно её открутить. Это, чтобы липачки идёт. А пока посмотрю, какая скважинность. Вот этот плюс центральный я отключил. А, тут лучше посмотреть, может, теперь вольтметр. Ага. Этот нужен прибор. А тут у меня есть другой, который мерит. Но он слишком чувствительный, начнёт неправильно мерить. Вот этим нужно мерить. Теперь скважинность. 47%, 46%, а тут 49%. А на ТЛ какой выходит? А на ТЛ? А ТЛ 13 – 15%. Чистота? 42 кГц tours. 42 тонеть сам так теперь может не будет скрипеть открутила вот этот который на пачку геншоу проводит полку сделано только когда сделал понял что на слишком высоко неудобно тут каждый раз надо на пятки вставать чтобы посмотреть что то есть лежит хотя зато удобно куртку весить вот даже до 10 100 ампер подпрыгивает до 9 где то надо значит скважность немножко уменьшить скрипит он вот то что надо 6 ампер вот интересно только какое напряжение плюс то у него 2 а а батарейки если разрядится так они легко заменить но я там ставил такие батарейки алкалины которые неподзаряжаемые на их подзарядил вставим вот сколько на минуту работать нормально но не пишет что-то разрядили в батарею вот у этого блока питания когда отключающий от сети у него быстро лампочка тухнет вот у того другого блока питания она не так быстро тухнет который на 12 вольт вот у этого мне кажется по качественнее камеры быстро выключится включил выключил вот она как долго горит она тут будет гореть и гореть долго вот она еще горит горит а там сразу быстро потухает это без нагрузки и тут и там выключать или вот выключен теперь то есть нагрузки нет никакой так включая вот 24,8 ампер вольт то есть и 5 чуть больше 5 ампер вот горит все все происходит только сверх единицы нет вот даже 6 ампер почти 6 ампер и 23,7 вольт вот какое блок питания интересный такой маленький такой мощный вот даже за 6 ампер заходит ну и напряжение 23,65 вольт немножко просеняет напряжение вот это 115 вольт 116 вольт 6,5 ампер ампер а даже 7 ампер было чуть несколько раз но если он потерял питание или не нагрелся стоит посмотреть немножечко теплый может там какие то транзисторы хорошие используют используются и диоды поэтому он так слабо греется или микросхема может хорошие или частота высокая не знаю вот шесть половина ампера 23,61 вольт вот немножко шипит блок питания уже начинает и трещать но сон это Продолжение следует...